МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путешественников, географов поздравил губернатор Сергей Морозов. Географ – это не профессия. Это, по большому счету, все равно призывание. Наверное, минимум, учителя могут это подтвердить в поле наибири. Потому что это такой особый род деятельности, который связывает людей с самых разных специальностей. Ну и искренне надеюсь о том, что мы очень активно, Игорь Игоревич, будем готовиться к большому всероссийскому фестиволю. И обязательно сделаем так, чтобы об Ульяновской области там было хорошо известно, и про Ульяновскую область было много доброго и порядочного страна. Председатель общественного координационного совета Ульяновского отделения РГО Игорь Егоров подвел итоги работы за полгода и рассказал о планах на следующие полгода. В марте прошел «Бригад Палады». Фестиваль был девятым. На следующий год он будет уже у нас юбилейным. И у нас побито сразу несколько рекордов. И по количеству интерпретивных зон их было почти 45. И по количеству посетителей 13 с лишним тысяч человек. Как сказал Игорь Игоревич, уже сейчас идет активная подготовка к 10-му географическому фестивалю «Фрегат Палада». К участию приглашено отделение РГО из Якутии. Также приглашение отправлено внучке советского генерала, бывшему военному корреспонденту газеты «Правда» Гале Морел. Лето для ульяновских географов стало богатым на путешествия и экспедиции. Игорь Игорев особо отметил уникальную водную экспедицию, которая рассчитана на два года «Россия с севера на юг». Команда плыла на морских каяках и катамаранах от норвежской границы из города Никель до Ульяновска. На следующий год будет запущен второй этап экспедиции от Ульяновска до азербайджанской границы города Дербент. Каждый этап – это порядка трех тысяч километров по воде. Мне, в общем-то, впервые удалось участвовать в водной экспедиции, не считая первую экспедицию свою в студенческие годы, когда я прошел по Барышу и Суре. И вот спустя больше 40 лет я участвую в такой вот грандиозной экспедиции. Даже не верил, что я смогу пройти это расстояние. Вот. Где-то 17 дней лично я с веслом провел в кайке одноместном, двухместном. Своими впечатлениями от покорения новых вершин поделился председатель Симбирского альпинистского клуба, министр природы и цикличной экономики области Дмитрий Федоров. Буквально вчера вернулся из республики Таджикистан, где в Памиралайской горной системе в составе ветеранской сборной Таджикистана и России совершил два восхождения на вершины Азеравшанского хребта. Это самый северный пятитысячник Памиралайской горной системы, пик Чемторга и высшая точка Куликолонской стены, пик Мирали. Было очень здорово, замечательно поработать в команде очень сильных мастеров под руководством Рустама Тураева. Во время праздничного мероприятия был отмечен симбирцитовым компасом РГО незрячий ульяновский дзюдоист Андрей Ванькин, который в июне этого года покорял самую высокую горную вершину Старого Света – Эльбрус. По словам председателя общественного координационного совета, Ульяновская область ждет еще одно крупное мероприятие, организованное РГО. Это турнир среди школьников по Волжье «Что, где, когда», который состоится осенью этого года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.